Группа перестановок. Для того, чтобы мы работали с шифром, нужно, чтобы шифр был группой. Для чего это делается? Например, для того, чтобы мы могли спокойно применять несколько раундов шифра и при этом сохранялось свойство шифрованности. Естественно, что самое простое это рассматривать полноразмерные шифры. То есть, предположим, что у нас ключ достаточно большой, так что любую информацию мы можем сделать из информации и преобразовать. То есть, фактически, ключ не меньше исходного текста. Мы можем сделать полноразмерный ключ перестановки. В данном случае у нас, как вы помните, не заменяются биты, а переставляются. Мы можем представить, что мы задали некие таблицы перестановки. Для одной и той же записи можно быть N квадрат таблицы перестановки. Мы с помощью ключа выбираем, какая фактически таблица перестановки используется. И у нас ключ имеет вот такой размер. Ну, неплохой размер, достаточно большой. Подстановка. Тут у нас, естественно, замена бит. Как мы помним, подстановки. Значит, мы преобразуем наше число так, чтобы получить новое число, которое является нашим декодированным, с одной только единицей. И вот эта вот единица, собственно, позволяет выбрать некую строку, которую мы подготовили от 0 до 2N-1. Фактически этот шифр можно свести к предыдущему случаю, то есть привести к шифру перестановки. И количество объектов в этом шифре перестановки будет вот таким. Ну, и, естественно, для длины ключа возьмем двоичный логарифм. И тогда получается для шифра перестановки у нас вот такая длина, а для шифра подстановки вот такая длина ключа. Ну, следует заметить, что когда у нас появляются факториалы, то числа растут очень быстро. Ну, давайте подумаем, а можно ли их несколько раз применять этот ключ для того, чтобы зашифровать в несколько раундов. Ну, поскольку у нас, как мы видели, все сводится к перестановке, то есть группа нашего шифра будет группа перестановки, а любая перестановка, как мы помним, может быть комбинация перестановок эквивалентна другой перестановке, то есть у нас группа, все перестановки задают группу, то есть перестановка комбинация вторая перестановка равна, опять же, некая перестановка. Таким образом, смысла задавать каскадно шифрование, то есть несколько ключей фактически никакого нету. Проще использовать одно, то есть каскад будет соответствовать фактически одной перестановке. Ключи с такой большой длиной, они достаточно неудобны для использования, то есть размер ключа зависит от сообщения, которые мы хотим зашифровать, ну ладно бы мы шифровали небольшие сообщения, там несколько слов, но ведь мы же шифруем и достаточно большие, и ключ растет в размер фактически по материалу. Это очень неудобно и как результат вместо полноразмерного ключа используют частичный ключ. и тут опять у нас возникает вопрос о групповых свойствах. Дело в том, что мы должны несколько раз применить один и тот же ключ, несколько раундов сделать и соответственно, если у нас групповая группа, то тогда наша многоступенчатая версия, то есть многораундная версия будет давать тоже шифр, тот, который мы используем. Если же у нас не группа, то два подряд проведенных раунда, они выводят нас за пределы нашего шифра, то есть делают что-то другое. Ну, вот таким вот образом для нас критично знание является ли наш шифр группой или нет. Итак, если у нас есть некий полноразмерный шифр, будем считать, что этот шифр является группой. Ну, группа, как мы помним, это алгебраическая некая конструкция, которая множество содержит и единственная операция. Ну, это операция, если у нас, как вы помните, абелевая группа обозначается плюсом, если простая группа, то как умножить, ну, тут мы обобщенный знак операции вводим. И тогда для того, чтобы мы могли использовать наш частичный шифр, мы должны сформировать подгруппу, которая состоит из некого подмножества множества и мы просто подгруппу. И вот мы добавим N. Н. 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 И операция у нас сохраняется. Таким образом, для того, чтобы мы могли использовать наш частичный ключевой шифр, нужно, чтобы он являлся подгруппой с тем же набором операций нашего исходного полноразмерного ключевого шифра. Ну, и в конце концов, можно даже вводить шифр вообще без ключа. Ну, с одной точки зрения, это не совсем нужная вещь, как бы бесполезная вещь. Но на самом деле, если мы посмотрим на этот вариант не на как полный шифр, а на как элемент шифра, тогда эта вещь вполне адекватна. То есть, мы используем в нашем алгоритме шифрования так называемые P-блоки. P-блоки – это один из видов стандартных блоков, который является ключом, который является шифром перестановки. Ну, и фактически, его можно рассматривать как шифр без ключа. Ну, или, если хотите, как с фиксированным, зашитым намертво ключом, который используется всегда. Если мы рассматриваем шифры, вот мы шифр перестановки и шифр подстановки, мы там тоже можем зашить ключ. Ключ. Ну, и фактически, когда у нас жестко зашитый ключ, мы реально этот зашитый ключ можем представить как некую таблицу переходов. Входы, выходы, и у нас тут такая таблица дана, в которой описываются как входы переходят в выходы. И это так называемые S-блоки. Это тоже стандартные блоки, которые используются в современных шифрованиях. То есть композиция этих блоков дает нам современный шифр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok